ну еще раз доброе утро друзья обещанный десерт обещанный десерт всех приветствую всех обнимаю всем хорошего настроения здоровья главное держитесь да так быстро салют 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 все я сейчас буду жечь точнее не я буду жечь я буду зачитывать вопрос антона вопрос антона да для хорошего настроения вопрос антона про то как лоханулись коллектор точнее антон ну короче слушайте здравствуйте у меня такая ситуация банк выиграл суд по автокредиту судебные приставы наложили арест и розыск транспортного средства но здесь имеется ввиду розыск транспортного средства это у судебных приставов есть постановление о розыске имущества должника то есть это не федеральный розыск это не значит что эту машину будут на всех постах останавливать просто иногда люди пугаются от того что слышат розыску розыск были машина в розыске все каранты эта машина может ездить я на такой машине ездил по всей россии на байкал ездил обратно и так далее дальше банк продал долг коллекторскому агентству но вот здесь очень странно что был то кредит есть залоговое авто и банк при этом не стал забирать залоговое то видимо понял что блин не заберет он и залоговое авто да видимо понял что машину забрать нереально потому что еще раз друзья говорю что автомобиль даже в случае автокредита даже после суда забрать очень сложно очень сложно если человек знает что делать о том что делать ну я уже как-то говорил. Розыск есть, но вы держитесь, да. Так, банк продал долг коллекторскому агентству. Почему? Да потому, что машину сложно найти, если она не находится по адресу проживания. То есть они что могут сделать? Они могут близлежащие стоянки посмотреть. Как обычно автомобили арестовываются? Приезжают домой к человеку, приезжают домой, стоят около подъезда. Он подъезжает вечером с работы вуаля! Здорово! Давай машину. Таким образом. Либо когда машина стоит на стоянке, они проезжают все ближайшие стоянки, просто увозят со стоянки. Так, банк продал долг коллекторскому агентству, после чего я кое-как добился справки банка о том, что я им ничего не должен и что мой кредитный договор закрыт. Справку отнес судебным приставом, и они мне сняли все аресты с автомобиля, и еще я написал заявление в суд о снятии ареста судьей, так как он наложил запрет во время разбирательства с банком. То есть было два, то есть запрет регистрационных действий было как обеспечительная мера, потом еще арест судебный пристав зафигарил. Второй. Судья вынес определение о снятии запрет на регистрационные действия на основании того, что за время снятия всех ограничений и арестов от банка не было обжалований. И на основании справки из банка, которую я приложил к заявлению, ПТС я восстановил в ГАИ и намерен продать авто. Ну то есть заценили, да, всю комичность ситуации. Человек человек пошел в банк, продал долг по кредиту, да, соответственно банку уже человек ничего не должен. Человек пошел в банк, взял справку о том, что в банке ничего не должен, соответственно банк он без зазрения совести, эту справку выдал. Человек с этой справкой пошел по всем инстанциям, пошел приставу, пошел в суд, снял все ограничения, все запреты на регдействие. И сейчас у него чистенький автомобиль с ПТС. Вообще круто, молодец, Антоха, красава, по так держать. Вообще, это просто огонь, это просто огонь, друзья. Давайте лайков там понаставим сейчас Антохе. Так вот, у Антона это, собственно говоря, вопрос есть. То есть он, это он не похвалился, это он просто, у него есть вопрос. После этого всего могут коллекторы что-то сделать, спрашивает Антон. Могут подать на меня в суд и отобрать автомобиль у нового покупателя. Так вот, дальше что? Спустя месяц после всего этого, спустя месяц после всего этого до сих пор никаких обжалований со стороны банка и коллекторов не было. И еще на удивление, коллекторы ни разу не звонили и не отправляли никаких подтверждающих документов. Вот, супер, супер, вообще, вообще красава, вообще молодцы. По сути, коллекторы, видимо, купили этот долг по кредиту пулом, то есть они купили не конкретно этот долг по кредиту, а купили пачку долгов. И еще просто не разбирались в них. Я часто вещаю про что? Про что? Про что? Посмотри тему трансляции, про что я вещаю и узнаешь, про что я вещаю. Так вот, такое может быть, когда просто, а, даже бизнес-идея зародилась, круто. Вот, такое может быть, когда коллекторы, собственно говоря, купили это все пачкой, в базу еще не забили и не начали прозванивать, и не начали отрабатывать. По сути, то, что ты получил документы из банка о том, что ты ничего не должен. Эти документы ты при себе, ну, положи их, да, пусть у тебя копии будут, там, я не знаю, нотариальные копии лучше. Автомобиль коллекторам не принадлежит. Замену взыскателя они еще не сделали. То есть, получается, что коллекторы уже на этапе исполнительного производства уже просуженный долг купили. Замену взыскателя они не делали. Они не делали. Соответственно, они выкупили только долг. Да, совершенно верно, Женя говорит. Автомобиль ты можешь продать, ты банку ничего не должен. Ты банку ничего не должен. Все. Здоров. Здоров, Геннадий, 1981. Вот, поэтому, Антон, мы тебя все поздравляем, мы тебя поздравляем, это великая твоя победа, это, в принципе, для наших друзей. Интересно, ты юрист? Нет, я не юрист. Можно так сделать, что банк тебе должен останется? Можно так сделать. Я в банке, работают. Не ходите люди в банке, если плохо, знаете все изнутри. Да, совершенно верно, М. М. Самото. Совершенно верно, совершенно верно. Не ходите люди в банки, если не знаете, как это работает. Что случилось? Что случилось? Коллекторы лоханулись. Друзья, посмотрите трансляцию сначала. Что вообще сейчас происходит в ситуации с коллекторами? Не знаю, что у них там происходит, у меня все нормально, я вот дома чай пью, трансляции в перископе делаю. Сейчас с пробежки вернулся. А что там у коллекторов, я не знаю. Я не знаю. Коллекторы лоханулись, и вот схема Антона, в принципе, ну, конечно, очень редко банки продают долги по автокредиту, когда есть залог. Когда есть залог. Транслятор квартиру себе так выбил. По-свойски продаст им тачку. Да, они, ну, вот это, конечно, вообще просто огонь, схема огонь. Там разводят на страховке, хоть они и добровольные, но приходится вводить в людей заблуждение. Дружище, уходи из банка, а то на карму это плохо влияет. Ну, ладно, работай, работай. Ну, что-то слышал, по ним сейчас власти собираются жесткими методами решать вопрос. Ну, пусть они собираются жесткими методами решать вопрос. Просто мы-то их не боимся. Мы-то не боимся. Пусть мне так замутят, я по дешевке возьму. Я из Митина же, да, я из Митина. Вот, друзья, так что Антону еще раз огромные аплодисменты. У Антона прям все классно, все шоколадно. Антон молодец. И Антон, пример для подражания, да, респект ему. И то, как надо нагибать коллекторов и банк. Вообще, подсуетился быстренько, сбегал, собрал справки, снял все ограничения. Привет, Казахстан. Снял все ограничения, сделал копию ПТС. Все, автомобиль на руках, документы на руках. Автомобиль сейчас продает, все. Пусть коллекторы там даже дальше пыжатся, не пыжатся. Но главное сейчас, Антоха, чтобы у тебя имущество и источники дохода были в безопасности, потому что коллекторы, возможно, проснутся. Привет, Тверь. Что-то можете сказать о банке Русский Стандарт? Ну, обычный банк Русский Стандарт со своей службы взыскания. Ничего такого. Я в тему попал, подписываю сразу. Супер. Сначала посмотришь, поймешь. Да, друзья, сначала посмотрите. Я на этом трансляции утренней завершаю. Следующая трансляция у нас будет в 15 часов по кредитам. Приму-приму заявку в ВК. Приму заявку в ВК. Следующая трансляция будет в 15 часов по кредитам. А в 12 часов будет продолжение видеокурса «Как бросить курить». Как бросить курить. И вечером у нас вебинар в 21 час. Не забывайте. Не забывайте. У меня автокредит, ПТС на руках, не могу продать арест. Ну, да. Иногда так бывает. ПТС на руках, а флажок стоит в ГИБДД. Иногда флажка нет. Все, да. Добросание. Короче, кому интересно бросать, приходит в 12.00 по Москве. Кому неинтересно, интересны кредиты, приходит в 15.00 по Москве на трансляцию. И вечером в 21 час у нас вебинар большой, двухчасовой. Есть срок давности по решению суда. Есть срок предъявления исполнительного документа. Он составляет 3 года, Дэн. Что завтра? Нет, сегодня. Сегодня у нас трансляция. Сегодня. В 12, 15 и в 21. Все, друзья, всех обнимаю. Добра-бобра. И Антону респектоз. Огромный респектоз. А вам хорошего настроения и держитесь там. Деньги скоро вот-вот в пути. Деньги скоро будут. Все, все будет нормально. Все, до встречи. Пока-пока.